Шавкат, братан, если будешь смотреть, welcome, добро пожаловать, надеюсь, этот выпуск поможет разобрать соперника, да? Но мы старались. Всем привет, здесь Петр Воликов, это Спорт Шрёдингера, и у нас выпуск снова про ММА. Шавкат Рахмонов получил свой четвертый бой в UFC, и впервые у Намада будет рейтинговый соперник Нил Магни. И, кстати, сразу информация. Нил Магни ни слова не говорит на португальском. Поединок подтвердили и сам казахстанец, и американец. Осталось дождаться только официального анонса от UFC. Они встретятся 25 июня, а прямо сейчас я подробно расскажу о карьере и жизни Нила. Как бывший военный стал рекордсменом в UFC, чем он опасен, кого уже побил из бывших чемпионов, и что его связывает с Хамзатом Чимаевым. В общем, по традиции, как всегда, кеттек. За такими событиями, как бой Шавката, очень удобно следить через наш телеграм-канал. Там мы постоянно публикуем ссылки на прямые трансляции, видеонокаутов и полных боев. А также главные и самые интересные новости о казахстанском спорте. Подписывайтесь обязательно и на наш инстаграм. За лайки, комментарии к этому видео будет вообще двойной рахмет. А теперь к Шавкату и Нилу. Главная сложность Магни – произношение его фамилии. В США встречаются варианты Магни и Магни. В русскоговорящем ММА-комьюнити к этим вариантам добавляется еще произношение через «э». Типа «э». «Магни». И тут путается даже официальное представительство UFC. Короче, выбирайте любой удобный для вас вариант. Не сильно это принципиально. У Нила необычное прозвище «Гаитянская сенсация». Связано это с происхождением. Сам Нил родился в США, но его родители приехали в страну с Гаити и Доминикан. Но, видимо, гаитянцы по происхождению. Потому что Нил подчеркивает только эту страну. Например, на капе и маске флаг как раз-таки Гаити. Нил родился в Бруклине, Нью-Йорк, но в 12 лет переехал в Чикаго. В школьные годы его затянуло в банду, но оттуда его вытащил спорт. В школе Нил занимался американским футболом, борьбой и бегом на длинные дистанции. Именно бег он называет основой для своего хорошего кардио, как бойца. Отт поможет от Шавката бежать. Он мастер по длинным дистанциям бега. С футболом пришлось завязать перед выпускным классом. Но зато тогда Нил открыл для себя единоборство. Он увлекся бразильским джиу-джитсу, где дошел до коричневого пояса. А после подключил еще и кикбоксинг. Для взрослой жизни Нил рассматривал два варианта. Попробовать получить стипендию для колледжа или пойти служить в армию. С борьбой не получилось, Нил не прошел в третий дивизион, необходимый для колледжа. Поэтому ушел куда? В армейку. Служить. Нил был контрактником 7 лет. В своей единственной командировке сержант национальной гвардии США Нил Магни служил в Кувейте. Эта страна считается одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. Время в армии изменило Нила не только ментально, но и помогло ему не забросить спорт. Он овладел рукопашным боем и выигрывал различные армейские соревнования. В том числе по любимой борьбе. После армии Нил поступил в университет Южного Иллинойса на криминалиста. Спортзал не забрасывал и задумался о карьере в ММА. Дебют случился в 2010 году в возрасте 23 лет, когда Нил еще был студентом. Карьера стартовала бодро. 6 побед за 10 месяцев в региональных промоушенах. Четырежды Нил выигрывал досрочно. Для седьмого боя Нил поднялся в средний вес. Но это обернулось первым поражением в карьере. Причем досрочным. Попался на сабмишин. Все эти соперники были американцами и не засветились в лигах, о которых вы могли когда-либо слышать. После возвращения в полусредний вес Нил закрыл единственное поражение и попал на 16 сезон реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter. Он был в команде Шейна Карвина и дошел до полуфинала, где проиграл нокаутом в первом раунде. Канадцу Майку Ричи это счастье не принесло. Он проигрывает в финале, а в UFC задерживается всего на 9 месяцев и будет уволен со статистикой 1-2. Сам Нил в итоге получил контракт в UFC. В первом бою он встретился с другим неудачником ТАФ Джоном Менли и победил решением. Но затем потерпел два поражения. Бразилец Серхио Морай стал первым иностранным соперником в карьере Нила. И вторым, кто задушил его. Нил постучал после треугольника на третьей минуте первого раунда. А его соперник получил за эту победу бонус. Дальше у Нила было единогласное поражение от Сета Бачински. И казалось, что ничего американцу с рекордом 8-3 не светит. Но будущий рекордсмен смог перезагрузить карьеру. Прорывным для Нила стал 2014 год. Он повторил рекорд Роджера Хуэрты. Хуэрты? Хуэрта. К любому бойцу, потому что ты сегодня как-то хуэрта дерешься, братан. Выиграв пять боев за один календарный год, через шесть лет к рекордсменам присоединится Кевин Холланд. В этой серии у Нила только два боя закончились досрочно. Из пяти боев два прошли за границей. В Бразилии и Жан-Азеландии. По соперникам тоже было разнообразие. Россиянин Гасан Умалатов из команды Хабиба, доминиканец, бразилец и два американца. 2015 год начался для Нила с двух бонусов. Японца Кичи Кунемото Нил задушил, а корейца Лим Хёнгё забил. На серии семи побед Нил получил первый большой бой в карьере с одним из лучших грэпплеров в истории UFC Дэмианом Майей. Нил продержался всего полтора раунда, а затем от бессилия постучал от удушения сзади. Кстати, насчет сзади меня. Ничего не замечаете? Удивительно, но Нил после поражения выступил уже через 22 дня. Вышел на замену и выиграл раздельным решением. Затем Магни должен был стать первым соперником для будущего топа UFC Стивена Томпсона. Но снова вышел как замена и снова победил решением Келвина Гастеллума на турнире в Мексике. Этот бой стал для Магни первым пятираундовым в карьере. Он пережил два нокдауна в четвертом раунде, а за рубку он вместе с Келвином получил еще и бонус. Следующий бой Нила прошел аж в Австралии и снова закончился бонусом. Нокаутировал он в третьем раунде некогда хайпового кубинца Эктора Ломбарда. Для Ломбарда тот бой открыл черную серию. Он потерпел шесть подряд поражений, прежде чем был уволен из UFC. Про Ломбарда чего шутить? У меня ничего нету в Ломбарде. Остановил Нила Лоренцо Ларкин. Лоренцо за четыре минуты отбил левую ногу Нила, тот заметно хромал. Когда обессиленный Нил бросился за тейкдауном, Лоренцо зарядил серию ударов локтями. Удивительно, но Нил и для Ларкина стал непортовым. Лоренцо покинул UFC и ушел в Белаток. Вернулся Нил с победы над бывшим чемпионом Джонни Хендриксом. Нил отобрал у соперника 20% гонорара за несделанный вес. А потом еще и бой единогласным решением. 17-й год стал для Нила нерезультативным. Всего два боя. Для начала он проиграл бывшему чемпиону легкого веса Рафаэлю Дос Анису. Треугольник в первом раунде принес бразильцу победу и бонус. Закрыл поражение Нил уверенной победой решением над бывшим временным чемпионом полусреднего веса Карлсоном Кандитом. В 18-м году Нил сначала отправился в Англию, где за раунд нокаутировал дебютанта Крейга Уайта в соглавном событии. А затем отправился в Аргентину, где уже сам проиграл нокаутом в главном событии Сантьяго Пунзенебио в четвертом раунде. Можно уже подытоживать, нет? Еще рано. Еще рано подытоживать. Итог уже у меня созрел. Кстати, Шавкату на заметку. Снова Нилу отбили левую ногу, а хилесова нога какая-то. Сам нокаут в Буэнос-Айресе был страшным американец, упал лицом вниз. После этого в карьере Нила впервые возникла пауза больше года. Он пропустил 18 месяцев. Во вне соревновательный период Нил сдал положительную допинг-пробу, из-за чего был отменен его бой с Висенте Люке в главном событии UFC Fight Night. Нил избежал дисквалификации, потому что концентрация вещества была очень низкой. Случай Нила повлиял на ситуацию с допинг-тестом UFC. Теперь там имеется пункт о низком содержании и загрязненных добавках. Так UFC удалось спасти бой Нейт Диас, Хорхе, Масвидаль. Хотя Нейт провалил тестирование. Исторический чел, ёпт. Братан, он всё в этой жизни сделал, да? Кроме того, чтобы на Луну только не слетал. И в Саркандии не было. Вернулся Нил к последнему турниру UFC перед пандемией. Победил китайца Лидзи Ляна на UFC 248. После возвращения Нил вообще выигрывает и проигрывает только решением. В серию из трёх побед после Ли вошли победы над Энтони Роком Мартином и бывшим чемпионом Робби Лоулером. Для Мартина этот бой стал последним в UFC. Пустился он вообще в разнос. Через пять месяцев был арестован в Вегасе за то, что ходил по маленькому в коридоре и побил охранника после замечания. Для тех, кто внимательно смотрит наши все выпуски, он просто сдавал анализы для наших тяжелоатлетов в коридоре. Прошлый год Нил начал с боя против Майкла Кезе. Для Магни этот бой стал особенным не только потому, что это было главное событие, но и по личным причинам. Впервые со времён службы он вернулся на Ближний Восток. Сам поединок получился односторонним. Кезе залежал соперника и забрал единогласное решение. Через четыре месяца Нил победил почти тёзку Джеффа Нила, хотя перед этим усиленно просил бой с Хамзатом Чимаевым и почти добился своего. Именно магнит Дана Уайт приводил в пример, когда говорил о тех, кто не боится Хамзата. Так Рбас вообще ценит Нила за его готовность драться с кем угодно, когда угодно и на коротком уведомлении. К сожалению для Нила боя с Хамзатом не случилось, хотя и сам Чимаев просил UFC об этом. Важно тут отметить, что Нил обходится без грязи в треш-токе. В этом плане он реально молодец. В этом году Нил уже успел выступить. 26 марта победил Макса Гритина, который известен тем, что в UFC дебютировал поражением нокаутом от Колби Ковингтона. Изначально Нил не хотел принимать бой с Шавкатом. Просил более рейтингового соперника, но понял, что ему никого из десятки не дадут. Поэтому взял на себя вот такой вот риск. Бой отчасти разогрел сам Шавкат. Он первым бросил вызов через соцсети. Очень надеюсь, что и дальше Рахмонов будет не стесняться так раскачивать возможные бои. Ну это реально работает. Магни в августе исполнится 35. Старше даже меня. Возраст, в котором задумываешься о завершении карьеры. Этого Нил не боится. Еще на старте карьеры он подготовил себя к жизни после спорта. Собирается работать по специальности. Еще Нил очень бережно относится к здоровью. Гоняет очень мало веса. А в одном из интервью признавался, что никогда не зарубается на спаррингах. Зачем лишние сотрясения мозга? За Нилом не замечено зашкваров. И вообще, он по натуре не провокатор. Чувствуется армейская выправка. Его жена владеет парикмахерской. У пары есть сын. А в этом году родится второй ребенок. Очень семейный человек Нил. Кумирами называет своих маму и бабушек. Важно еще раз рассказать о достижениях Нила. Он рекордсмен полусреднего веса по победам, решениям и времени в октагоне. А вместе с Жоржем Сен-Пьером держит рекорд по общему числу побед по 19. Только в UFC Нил выиграл больше боев, чем Шавкат провел за всю карьеру. Серьезнейший соперник, но Шавкату и его болельщикам всем нам. Конечно, это большой шаг в карьере Шавката из-за рейтинговости соперника. Но и не сказать, что тот же Оливьерин по звучности имени был слабее магни. Рахмонов будет фаворитом, но легкого боя ждать не стоит. 16 досрочных побед не давят на Шавката психологически. Он признавался, что вообще не настраивается, чтобы завершить бой досрочно. Главное победа и следовать плану. Бой с Нилом может помочь Рахмонову войти в топ-10 и очень поможет ему в раскрутке себя. Чел Сонен и вовсе называет этот поединок проверкой на предмет того, сможет ли Шавкат в будущем стать чемпионом. Что мне тут добавлять? Будем болеть за Шавката? Я уверен, что проверку Рахмонов пройдет. За Шавката же еще будет болеть Сен-Пьер, чтобы магни рекорд не побел. Писали мой выпуск, дорогие друзья. Демонтируем и тут выходит новость о том, что в карде Шавката выступит Серега Морозов, соперник Раулин Паева. Это тот Паева, который встречался с Жакой и которого Серега назвал читер за то, что он себя вел очень сильно некрасиво в бою с Жакой. Обязательно сделаем об этом отдельный выпуск. В общем, замечательный июнь нас ждет, друзья. На сегодня все. Подписывайтесь на Спорт Шрёдингеров, Телеграм и Инстаграм. Подписывайтесь обязательно и здесь, и пишите в комментариях, чего вы ждете от боя Рахмонова и что в нашей студии поменялось. Магни. Алга Казахстан! Шавкат победит Нила и доберется до топов UFC. Да он вообще станет чемпионом, братан. Мы почему-то сильно в этом уверены. Мы победим. Пока! Гордость за Шавката. Давай, брат, покажи класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА